Через несколько дней будут выборы в Сайм. И от нас зависит, кого мы изберем в Сайм. Так и жить мы будем. Поэтому слово предоставляется Якову Плеймеру. Продолжение следует... Здесь погибло около ста тысяч человек, и из них не менее семи тысяч детей. Здесь присутствует, и слава Богу, что присутствует, и солнышко этому радуется, дети, узники концлагерей. Время неумолимо, и уже этим людям 75-85 лет. Слава Богу, что в той страшной войне вы выжили, перенесли неимоверное мучение, а потом жили, любили, растили детей и строили народное хозяйство. Это уже не важно, Советского Союза или нашей Латвии. Я считаю вас, детей узников концлагерей, настоящими участниками войны. Все же пусть скрохи, но на вас тратились хоть какие-то, пусть очистки, но продукты. Все же кто-то, но все же был отвлечен от фронта, от борьбы с партизанами, потому что они охраняли, значит, узников концлагерей, как детей и взрослых. Таким образом, мне стыдно за нашего государства, потому что, ну, спасибо депутату Ирине Цветковой, некоторым другим, которые только что, скажем так, отринули, отвергли фактически фашистский закон, который недавно рассматривался всеми, законопроект, который нацистам готов был дать еще больше льготы, а вам и борцам антигитлеровской коалиции, простите, фигу с маслом, я считаю, что стыд и позор за это нашему государству, потому что, естественно, война всегда, с одной стороны, грязь, кровь, пот, с другой стороны, героизм.